Симфония Петховена Они тоже были очень большими любителями классической музыки И я слушал и впитывал в себя вот эти гениальные произведения, которые всегда и у всех на слуху Это было, по крайней мере, сколько я себе помню, с трех-четырех лет Музыка для меня получается все Это тот самый стержень, который проходит через всю жизнь Музыка для меня Я, к сожалению, ведь родился не в Ереване Я приехал, когда мне было уже около 15 лет Я родился и вырос в Риге Так что я несколько космополитизирован в этом отношении Родился я в Риге, начал учиться в Риге Здесь я провел очень много времени Здесь я лучшие свои годы провел Научился я все в Москве Так что, в общем, Ереван для меня это постоянно меняющийся город Меняющаяся архитектура С большим размахом все это есть И это радует, потому что это красиво Это такое впечатление, что у Ереван все-таки Есть, находятся люди, которые стремятся свой город Превратить в город все-таки 21 века Ну, по крайней мере, такое впечатление складывается Есть негативные стороны, которые меня не радуют Это тоже есть Ну, не буду распространяться о них Они, по-моему, всем ереванцам известны Ну, в общем, то, что Ереван меняется А он меняется с каждым годом Даже, может быть, с каждым месяцем Это означает, что это пульсирующий живой организм Что это живой город Город, который будет существовать Дай Бог всегда Музыка Музыка Меня отвели в музыкальную школу И там ответили мои способности Это было в Риге, в Латвии Знаменитая музыкальная школа Имени Эмиля Дарзини Которая воспитала очень многих всемирных лауреатов И замечательных музыкантов У меня было несколько учителей И мне, надо сказать, на учителей повезло Все мои учителя были первоклассными Замечательными И Израиль Абрамович Абрамис в Риге Замечательный детский педагог Воспитал очень многих и других Хиршхорн, Рысин Много, много моих волков Много можно вспоминать Людей, которые, в общем, обязаны ему Своей детской игрой Тогда, в тот период Вот, а в консерватории, в Ереванской консерватории Ну как же, Карп Савельевич Домбаев Это целая эпоха Эпоха не только в моей жизни А в жизни Все музыкальные культуры Армении А что касается Москвы Ну там же, там был Янкелевич Янкелевич, это Достаточно сказать, что У него свыше 20 первых премий Только первых премий На международных конкурсах он воспитал А сколько не первых Трудно подсчитать Так что мне с учителями очень повезло Я считаю, я прошел Великую школу От детства До окончания консерватории И стажировался я у Леонида Когана В аспирантуре Это тоже мне во многом Повезло Помогло Музыкальная культура В бывшем СССР Процветала И, конечно же Были замечательные Гениальные Выдающиеся педагоги Которые Тогда Были В отсвете лет И воспитывали Многих других Своих же Выдающихся Ныне учеников В так называемый Советский период В общем Было очень Много Прекрасных Музыкантов Там несколько лет Руководил Константин Шаваршевич Багдасарян Этим коллективом Там не было Стоящего Дирижера А там был В общем Такой Камерный Персимфанс То есть Оркестр Без дирижера Боюсь Оказаться не точным Но лет Шесть Они Просуществовали Именно в таком В таком составе В таком положении А затем Ну Предложили мне Я после долгих раздумий Я не хотел Сразу соглашаться Но Подумал И в общем Решил В конце концов Ну пропадает Оркестр Потому что Нет концертов А раз нет концертов Нет организованной работы Ну и так далее Одно тянет за собой Другое Что это надо Как-то взять В свои руки Ну Вроде бы Получилось Ну А потом Случились другие обстоятельства Которые вынудили Меня Переехать В Москву Уж больно Соблазнительным Было предложение Покойного профессора Берлинского Ни репертуара Нет Ни опыта Нет Ничего Нет Я никогда Не играл В квартете Никогда Если Не считать Ну Проходить там Как-то Для проформы Проходили еще В советское время Квартетный класс В консерватории Тогда это действительно Была проформа Сейчас Это выглядит Куда более серьезно Вот Но он говорит Давайте посмотрим Понравится Хлопнем по рукам Не понравится Ну что ж Вольному воле Субтитры Ну Как оказалось Что мы нужны Друг другу После первой репетиции Выяснилось Ну Мне было Очень приятно Играть с первоклассными Музыкантами Потому что Я сразу С первой же ноты Помнил Что Меня окружают Первостатейные Музыканты Рафинированные Которые Все прекрасно Понимают И знают И лишнего объяснения Не требуется Ни в чем Когда Было ясно Что Мы решили Что я поступаю В хорьет Бородина Я вынужден был Оставить Камерный оркестр Я получил Новый инструмент Получил Огромное Количество Нот Которых Надо было Переварить И переделать И Прорепетировать Поэтому Мне было уже Не до Не до чего Я бы сказал Это была Очень тяжелая Работа Которая Что называется Она и продолжается До сих пор Но просто Она более Упорядочилась Поскольку Репертуар Практически Тот Который Был до меня Он Пройден Мы владели Этим Репертуаром Это Добрых полторы Сотни Произведений Это очень много Это хватит На десятки И десятки Концертов Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Квартет Бородина никогда не терял связи с квартетом Комитаса. Правда, не нынешнего состава, а старого состава, когда был знаменитый Авет Габриэлян, когда были другие не менее знаменитые участники этого квартета. Я с Сергеем Захаровичем был знаком лично. Был не очень тесно, но даже я его попросил сделать для меня аранжировку для скрипки с фортепиано знаменитой Элегии Габриэля Форре, которая, как известно, написана для виолончели, чтобы я мог ее играть. Я был очень очарован этой музыкой, и он сделал для меня, у меня сохранились эти ноты. По моей просьбе сделал для меня аранжировку для скрипки. Вот такие, даже вот такое творческое, в общем, такое общение было. С Аветом Карповичем Габриэляном я его очень высоко ценил, любил и уважал. Мне немножко не повезло, я подал заявление о том, чтобы по камерному ансамблю я был у него, но, к сожалению, ректорат решил иначе в Москве. Тогда были жесткие порядки, и я был у другого профессора. Я думаю, что я много бы у него научился тоже, если бы был у него в классе. Но, к сожалению, мы только были знакомы лично, он приходил на мои концерты. Всегда я его приглашал. Был у него дома. Вместе пили чай, разговаривали. А что касается Рафаэла Рубеновича Давидяна, то я был у него в классе по квартету. И, по-моему, я был, так как мы собрали достаточно сильный состав, я помню, то я был чуть ли не единственный, который ходил, в общем, к нему довольно аккуратно. Потому что многие просто манкировали этим делом и занимались спустя рукава квартетным делом. А потом очень расстраивались и сожалели, что они теряли много времени. Потеряли время зря. Вот я все-таки у него проучился. Я не занимался привношением иных принципов и ценностей. Я старался, так как ценности были уже сформированы, я старался эти ценности, первое, не разрушить, второе, поднять на новую какую-то принципиальную высоту. Насколько мне это удалось, это пусть судит публика, но все-таки я думаю, что наш новый состав, скрупулезно продолжая традиции старых составов, он все-таки играет несколько по-другому. и привносит что-то свое. Это обязательно новые люди, новые артисты, новые умы. Я очень люблю играть в квартеты Гайдена. К сожалению, мы не так много играем, но 6-7 квартетов все-таки играем из них. Это немного, мы все жалеем, что у нас не хватает просто физически времени охватить большее число концертов, то есть квартетов его, потому что он написал огромное количество квартетов, и они все великолепны. Среди них нет слабых квартетов вообще, потому что Гайден – это такой же неравноценный гений, как Бетховен и Моцарт. Лично для меня это Шуберт, который, в общем, задевает самые интимные струнки души, если можно так, высоким слогом. Ну, Бетховен, разумеется. Мы и квартеты играем, моцартовские. К сожалению, не так много, как хотелось бы, но играем его известные квартеты. Все-таки в нашем репертуаре имеют быть, и мы, конечно, их играем. Да, мы стараемся играть, соединять какую-то элегантность. Вот я тоже пытаюсь привнести элегантность, но вместе с тем большую чувствительность, потому что Моцарт, на мой взгляд, был очень полнокровным человеком. Он был действительно и полнокровным, и очень любил жизнь, и удовольствие жизни. Срывал, как цветы, направо и налево. Мы все это знаем. И во многом это отражается в его произведениях, но с одной оговоркой, сквозь призму большой чувствительности. Он очень тонко чувствующий был человек. Очень тонко, чрезвычайно тонко чувствующий человек. И у него есть совершенно удивительные места, переливы вот этого чувства, которое ему удалось оставить на бумаге. Нам остается только восхищаться и в очередной раз очаровываться его музыкой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В Японии, в Корее, там очень большой интерес к классической камерной музыке. Часто бывает так, что после концерта мы остаемся на 30-40 минут в лобби подписывать, потому что очередь стоит подписывать только что раскупленные диски или программки. Подписывать люди отчаянно нуждаются в нашем «Спасибо» или «Автографе», и в чем-то вот чувствуется, что они выстраиваются в большой хвост, и все хотят еще раз как-то лично прикоснуться. Но это Азия, это другой менталитет. Может быть, потому что мы из Европы, может быть, потому что мы из России, Бог его знает, но это упрямый факт. Субтитры создавал DimaTorzok Господь Бог не дает нам соединить вместе богатый опыт и молодые силы. К сожалению, либо то, либо это. Так случается. Конечно же, я сейчас куда более опытный квартетный исполнитель, нежели в 96-м году, когда я начал свое квартетное дело. Человеческий организм так построен, что, к сожалению, в молодости он функционирует по одному, в зрелости по-другому, а к старости, в общем, к сожалению, приходится во многом себе отказывать для того, чтобы сохранилось главное. То есть экономить усилия какие-то, экономить энергию для того, чтобы что-то, так сказать, сделать по-настоящему. КОНЕЦ КОНЕЦ Они уходят не дожидаясь каких-то, не знаю, катастроф. Они уходят прямо на гастролях, на сцене. Это как правило. Я знаю множество таких примеров, которые уходили из этого мира вот буквально, буквально во время гастролей. Поскольку никто не хотел сдаваться, ведь артисты, настоящие артисты, это бойцы. И если они чувствуют и видят и слышат в себе сигналы тревоги, они особенно не распространяются на эту тему, а упрямо продолжают свое дело, потому что никому не хочется так уходить, как обычный человек. КОНЕЦ Когда меня спрашивают, а что бы вы еще хотели? У вас же все есть. Я говорю, ну что у меня есть? Мне нужно главное. Мне нужно, в общем, чувствовать себя в силах продолжать полнокровную музыкальную жизнь. К сожалению, в этом возрасте приходится задумываться над тем, что перед тобой нет дороги в 20, 30, 40 лет. Как это бывает, когда ты знаешь, что тебе 20 лет, ты окончил консерваторию. Этот год или следующий год, или через два года особого значения не имеет. У тебя они все в кармане есть. Они, по крайней мере, ты так считаешь. А уж как Господь Бог отмерит и сколько отмерит, это совершенно другой вопрос. Но считается, что, в общем, человек молодой, способный, талантливый, самоуверенный, он может перевернуть мир. В какой-то момент и многим это все-таки удается. Многим удается. И слава Богу. Слава Богу, на этом зиждется наша концертная жизнь. Но потом этот человек уже входит в опыт, что называется, матереет. Матереет и физически, и духовно. И понимает, что перед ним раскрываются куда более широкие горизонты, чем он думал когда-то. Участвовать на каком-то конкурсе, сделать определенную программу, взять первую премию, там, чтобы были бы обязательно какие-то концерты или записи. Вот это, надо сказать, что конкретные эти желания, они тоже хороши, но они вкупе со всем остальным должны быть, со всем остальным в жизни. Это такое емкое понятие счастья. Для меня быть счастливым, ну, в принципе, это значит быть здоровым, продолжать полнокровно и полноценно делать свое музыкальное дело, и чтобы кругом твои близкие тоже были здоровы и счастливы. Вот больше мне ничего не надо, но это очень много. КОНЕЦ КОНЕЦ